Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Сегодняшний выпуск посвящен выбору ножа. Почему я взялся его снимать? Недавно вышел ролик про распаковку ножей Самура, который вызвал очень неоднозначную реакцию. Я бы сказал, настоящее бурление говен. Я хочу рассказать про свои критерии выбора ножа. Причем уверен на 100%, что 98% из вас эти критерии абсолютно не подходят. Поэтому, скорее всего, для вас этот ролик бесполезный. Понятно, что вы все равно какое-то время посмотрите. Я вас предупредил, дальше хоть трава не расти. Итак, во-первых, я не являюсь ножевым экспертом. Я не знаю ни одного ножевого эксперта, не то, что их нет, я не знаю. Мнение которого я готов был принять к сведению в вопросе выбора кухонного ножа. Почему? Начну издалека. Смотрите, для того, чтобы можно делать выводы о том, удобен какой-то нож в работе на кухне или нет, нужно работать этим самым кухонным ножом на кухне. Не так, как 95% населения, пусть даже там России, допустим, или Франции, или Европы работают. То есть отрезались колбаски или хлебцы и все. А работать так, как работают профессиональные повара на кухне. То есть взяли в руки нож и пашут смену 8 часов времени. Вот у этих людей есть реальное основание говорить, что этот нож удобен, этот неудобен, потому что они этим ножом работают постоянно. Они время от времени ковыряются им там в песочке. Это будет экспертное мнение. Но это будет экспертное мнение в том случае, если эта самая там славотая тетенька или этот повар работает ножом не одним, а, допустим, десятком ножей одной компании, для того, чтобы исключить случай возможного брака. И вот тогда он мне скажет, удобно этим ножом или нет, быстро он тупится или нет, хорошо ли заделаны рукоятки, не расшатывается или нет. Замечательно. Что такой эксперт мне скажет? Он мне скажет, мне не по поводу одного ножа. А мне нужно выбрать, может, там есть какие-то лучшие. Это значит, что этот же эксперт или эта же группа экспертов, которые в одном и том же месте работают, имеют возможность сравнивать, используют также десяток ножей другой компании, третий, четвертый, пятый. Я такого типа сравнения не встречал и не видел. А что я видел? Кто-то накидал ссылок на YouTube. И вот, значит, товарищ берет нож, по-моему, Самура или Тажира, я не помню. Не суть важная. Берет нож, распаковывает и начинает... Причем какой-то дешевый нож из дешевой серии он там берет. Говорит, да, ножи, конечно, недорогие. И начинает он этот ножик рассматривать. Так он, да, да. Ой, это что такое? Это ржавчина ножей или грязь? Нет, вроде сколопывается. Нет, вроде грязи. Нет, все-таки ржавчина. Японский городовой. Вот вы серьезно думаете, что меня, как пользователя ножа, интересует, в каком виде этот нож пришел? Есть там какая-то мусоринка или нет? Да наплевать мне на это. Дальше. Он берет этот шеф-нож. Шеф-нож с длиной лезья 21 сантиметр. Берет и говорит, вот я беру нормальным хватом. Вот так он берет. Ручка коротковата. Видите? Не хватает. Вот возможно, возможно, он ножи использует как шпагу. Я говорю, ангард? Хватит. Возможно. Мне на это наплевать. Мне на этого эксперта наплевать. Я выбираю шеф-нож для себя не для того, чтобы как шпагой возиться, а для того, чтобы шинковать. Я удерживаю нож так, как учат в так называемых knife skills. Хватом для шеф-ножа. То есть указательным и большим пальцем я удерживаю лезвие, контролирую его от того, чтобы оно вот так вот к дуном не ходило. Вот. Вот так вот. А вот здесь все беру. Мне этого хватает. Вот мой хват. Этот хват рекомендуется в десятках и сотнях роликах от школ поваров, там, где учат правильно резать шеф-ножом европейского типа. То есть вот такой вот формы. Мне дела нет до мнения этого типа эксперта, который вот так вот держит нож. Ну, что мне может сказать? Ему держать неудобно. Ну, вот так бы еще взял, но тоже, может быть, неудобно будет. Я беру ролик третьего эксперта. Он, вообще, посмеяться, он берет нож с обкладками, вот этим самым, с декоративными обкладками, которые называются Дамаскус какой-то, по-моему, кстати, Говорит Самуровский, и меряет его твердость. Вот здесь вот. Твердость обкладки он, по сути, меряет. Да мне наплевать, какая твердость обкладок. Мне интересно, какая твердость непосредственно вот этой самой режущей части, вот эта кромка, когда здесь из-под окладок усовывается. Он там померил? Нет. Я не смог найти информацию о том, что из себя реально представляют ножи. Такое впечатление, что фанаты ножей, как называют, извиняюсь за Женю, ножедрочеры, занимаются чем угодно рассуждениями, но только не обсуждениями того, каким же, насколько удобен и неудобен нож для использования его на кухне, профессионально. Я не хочу сказать, что профессионалы готовить умеют, мне профессионалы не умеют. От того, что я удерживаю нож вот так вот, а другой какой-то там мулинар удерживает его, не знаю, вот так, вот так вот, не держит его за лезвие, не значит, что я готовлю вкуснее, а он менее вкусно. Я быстрее нашинкую, да. Он медленнее нашинкует. Но если этому человеку не нужно быстрее, то наплевать и забыть. Поэтому абстрактное рассуждение, ах, эти ножи хорошие, эти плохие, в топку. Для меня. Может быть, вы так же, как вот этот самый, блин, эксперт, вот так же оцениваете, удобно вот так держать или нет. Вот так вот вы привыкли держать, вот так вот. И вот так вот чикаетесь. И вам это удобно. Пожалуйста, радуйтесь. Мне это неудобно. Что касается формы ножа. Итак, для меня мой критерий выбора правильный, удобный нож на кухне. Это шеф-нож с длиной лезвия 21 сантиметр. Вот у меня, пожалуйста, смотрите, купленные не за памятные времена. Где? Вот он. Тажира. 180 миллиметров, 18 сантиметров лезвия. Я его купил когда-то, позарившись на красоту обкладок. Те же самые декоративные обкладки, про которые супер-пуперэксперты, я не знаю, школьники, наверное, начинают разрушать. Это не настоящий Дамаск. Это только обкладки. Да ты что? Правда, что ли? А как ты догадался об этом? Плеваться вообще. Так вот, я купил этот нож за какие-то сумасшедшие деньги. Это Таджира Флэш серия, по-моему, называется, 180 миллиметров. Он хорошо, достаточно аккуратно изготовлен. У него нет вот этой вот пятки. Это болезнь ножей с такими больстерами. Да? Не суть важная. У него не очень аккуратно заделанная ручка. Есть вот эта вот, вот эта вот щель, в которую попадает вода и грязь, которая там плохо сохнет. Этот нож у меня 4-5 лет, и я им не пользуюсь. Если его пользовался, вот эти ручки давно отлетели. Пишут в интернете, вроде бы это Япония. Таджира Япония. Ну вот неаккуратно сделан. Неаккуратно. Хотя стоит каких-то сумасшедших денег. При этом, что касается металла. Почему второй момент, я не пользуюсь ножами Таджира постоянно? Потому что твердость этого ножа больше, ну твердость, соответственно, хрупкость, больше, чем мои вот постоянно используемые, допустим, Феликс Золенген. Что это значит для меня? Мифы о том, что вот я купил нож, и вот я им там уже год, два, три, я его не точу. Это не миф, это правда, что вот, пожалуйста, вам смотрите, вот этот нож я заказывал у мастера из Екатеринбурга. Шефнер его зовут. Это реплика Финкин КВД завода Трудвача, сделанный абсолютно точно в соответствии с теми самыми Финкин КВД, какие были во время войны. Единственное, что у него, вот видите, вот эта вот пластина у завода Трудвача, здесь была гарда такая. Как сказал Шефнер, я в то время это не проверял, он сказал, что он не имеет права изготовить холодное оружие, а если гарда не будет, такой нож не будет признан холодным оружием. Так вот, он спрашивал, с какой стали изготовить этот нож. И предлагал на выбор несколько ножевых стали импортных марок. Я выбрал вот этот вот S90V. Ножевики знают. Да, этот нож за пять лет я точил, как я уже сказал, один раз. Да только я им пользовался за эти пять лет три раза или четыре. Два раза на охоте колбаску подрезал и один ли два раза в ролике на камеру. Так, на камеру красиво резал колбаску, потому что он красивый. Все. Поэтому для меня важно удобство использования. Не существует таких материалов и ножей на сегодняшний день, по крайней мере, я таких не слышал, которых вот сделал нож, один раз заточил, а после этого пользуешься. пользуешься, а не заходишь на кухню, чтобы колбаски или маслица нарезать на нож. Пользуешься. Как на профессиональных кухнях ножами пользуются с утра до вечера. И при этом его не точишь. Твердый нож, который плохо тупится, требует много времени на заточку. Вашего времени нож, который легко точится быстро и тупится легко. Поэтому либо вы тратите, не знаю, ну, допустим, вы с утра до вечера работаете на кухне, режете там с утра до вечера, шинкуете или по крайней мере три раза в день готовите. Так вот, при таком режиме готовки либо вы этот нож, допустим, тратите по две-три минуты каждый день перед началом готовки. Вот собрались готовить, взяли нож, две-три минуты его подправили, приступили. И это уже каждый день будет, иначе у нас даже помидорку не разрезать, будут ее сминать. Это один вариант. То есть три раза в день вы перед началом готовки три минуты тратите. То есть девять минут в день, вот считаете. Либо этот нож у вас неделю живет, но неделя прошла 7 дней. Семь умножаем на девять и получаем свой час на заточку. То есть вы час, тот же самый час потратите на то, чтобы выправить этот самый замечательный нож, который всю неделю не тупился, но к концу недели сел. Что вы выбираете, я не знаю. Мне удобнее пользоваться ножами из чуть более мягкой стали, нежели вот это вот японское, теоретически, я не знаю, япония или япония, таджиро. Поэтому я в результате этой самой таджиро и пользуюсь. Вот у меня это таджиро, где-то вот, вот, таджиро флэш. Это шеф с неаккуратно заделанной ручкой. Вот щель есть, куда грязь попадает. Грязь попадает жир, мусор, соответственно, туда попадает вода. Из-за того, что эта щель не открытая, сохнет плохо, пропитывает дерево и еще больше расшатывает ручку. Она бы, наверное, давно разлетелась у меня уже, если бы я им пользовался регулярно. Вот это тоже таджиро. Это нож для того, чтобы срезать мясо с костей. То есть, когда я крайне редко покупаю ногу барашка или вообще половину его барашка, есть задача его обваловать. Вот для обваловки нож. Вот такой вот обвалки. Для обвалки туш. Вот этот нож. Вот тоже таджиро из стали, по-моему, широгами. Купил, купившись на красоту, ведь он ржавеет. Его проще заточить, чем вот этот, например. Причем точу я его значительно острее, чем вот этот нож. Но использую его только исключительно для того, чтобы делать надрезы на батонах на тесте перед посадкой в печь. Он за счет своей вот этой остроты и за счет того, что при заточке получается вот эта структура, про которую все так трепетно говорит, ах, микропила. Вот. Он делает хорошие надрезы на мягком вот этом самом тесте. Вот. Но многие вообще используют лезвие для опасной бритвы. Для этого дела. Я вот этот нож использую. Вот. Итак, разобрались, почему меня не волнует и в принципе не интересует мнение ножевых экспертов. Они пусть сто раз будут экспертами в своей области, но той информации, которая мне нужна, применительная к моей практике использования ножей, они ничего мне не сказали. Глупости, как я уже сказал, насчет мне неудобно держать вот так вот. Да наплевать мне, как ему неудобно держать. Я вот так вот не держу. Это не шпага. Я вот так вот нож держу. Вот так удобно или нет? Он мне этого не сказал. Эксперт. Волнует меня какая твердость обкладок вот этих вот декоративных. Наплевать и забыть. Разговоры про соотношение цена-качество это. Как я уже сказал, для того, чтобы делать выводы о том, стоит этот нож своих денег или не стоит, нужно сравнивать. Ну, по крайней мере, два ножа ты возьми. Один стоит, я не знаю, там, десять рублей, другой пять рублей. Один стоит сто долларов, другой двести долларов. И сравни эти два ножа. Только сравни, опять же, не на уровне. Здесь грязьки нет. Ой, какой красивый. У него твердость. Да наплевать, как я твердость сказал. Сравни так. Для меня. Вот и мне это будет интересно. Как я уже сказал. Вот возьми десять ножей одного производителя одной и той же самой формы. Из разных партий даже. И загони их на профессиональную кухню, там, десяти поварам. Одной кухни. И другим десяти поварам из другой серии, там, другого производителя загони. И сравни, сколько они будут этими ножами наточить, сколько они у них проживут. Вот это мне интересно. И эту информацию я могу воспринимать. Нет такой информации? До свидания, эксперты. Вот. Поэтому сравнений в интернете цена-качество я не нашел. От меня в этом сравнении тоже не дождетесь. Потому что, во-первых, я один. Во-вторых, мне никто не присылает на пробу из разных компаний ножи для того, чтобы я им пользовался регулярно. И я понятия не имею, сколько, какие ножи стоят. Я покупал вот эти вот Феликсы Золингены, каждый по 120 или 150 долларов в России лет 8, наверное, назад. Вот. Вот эти вот. У меня были ножи. В России осталось два ножа Берговы. Такие же абсолютно. Вот один в один. Они даже выглядят одинаково. У меня были Аркасы. Кстати, вот замечательный тоже момент и показатель, да, про который я хочу сказать. Как я оцениваю ножи? По, как сказал, форме. Она для меня должна быть удобна. Вот. Шефы меня интересуют. По тому, насколько они затачиваются. Как я уже сказал, я сравниваю, у меня есть такие вот с этими ножами. Тяжелее точится и дольше держат заточку или меньше. Мне удобно такими пользоваться. Поэтому не пользуюсь этим монтажером. Вот. вот. И насколько он сам по себе прочный. У меня был случай в России. Я купил кованый такой же формы испанский нож. Аркас. Производитель. Хороший нож. Острый. Удобный. Через неделю примерно использования. Я в фирменном магазине покупал не самого Аркаса, но который торгует ножами там официальные дела в Москве. Где-то через неделю использования нож мне соскользнул со стола. На кухне полы керамической плиткой покрытые. Упал вот так вот на эту плитку. И вот в этом месте он лопнул, как стеклянный. Вот ручка, вот лезвие. Ну, брак, наверное, да? Я не могу, что любой нож Аркас возьми, брось и он сломается. Ну, наверное, брак. Я с этим ножом, благо человек сохранился, пошел в этот магазин. Там поудивлялись, пожали плечами, сказали, знаете, случай не гарантийный. Нет. Не заменили. Спасибо этому магазину. И, кстати, хороший момент. Значит, тут один из комментаторов под роликом на этом самом, на Ютубе под распаковкой, мне высказал, у меня крайне отрицательное отношение к ножам Самура. Вот я купил, повелся на рекламу нож из керамотитана. Думал, какой-то супер-пупер материал. Ну, думал, да, не прочитал, товарищ, что же это такое керамотитан. Ну, ладно, что я это самое. Так вот, он говорит, раскрошилось лезвие, выкрошилось, я там резал какие-то твердые вещи, раскрошилось лезвие, как у обычного керамического ножа. Ну, керамотитан это есть, обычный керамический нож, у него просто покрытие сверху, гладенькое, под металл, для того, чтобы скользило всякое разное. Не суть важна. Вот, как такие ножи делает некачественный Самура, пишет этот самый подписчик. Или не подписчик, просто комментатор. Самура мне, конечно, заменил этот нож. Японский кордовой. А вот мне вот этот самый магазин с Аркасом не заменил металлический стальной нож. Ну, блин, Самура, говорит, мне нравится плохая, блин, а вот все остальные, наверное, хорошие. Спасибо. Я понятия не имею, как будет служить эта самура. Делать выводы о том, будет нормально или нет, рано еще. Я этот нож, вот эти ножи, использую три недели, по-моему, всего. Может, чуть больше. По ощущениям, сталь у них по твердости такая же, как вот на этом самом, на тажире. То есть, твердовато. Твердовато. Значит, точить будет сложнее дольше. Пока точить не приходилось. Столько правил. Кстати, вот касательно этой самой правки тоже скажу. Спрашивают, как ты точишь? Сто раз уже сказал. Вообще не эксперт. Ни в ножах, ни в заточке, ни тем более в кулинарии. Чтобы сейчас я говорил теми словами, которые и вы, и я понимаем одинаково, давайте я повторюсь, зная, что уже практически все это знают, но я повторюсь, что мы говорили одними терминами. Про что такое заточка, а что такое правка. Вот, взять лезвие ножа. Обух, здесь вот режущая кромка. Вот эта режущая кромка имеет, если вот так нож разрезать, вот так вот, то эта режущая кромка имеет вот такую форму. Вот. В результате использования ножа, режущая кромка начинает сам ее кончик загибаться. Вот так вот, так в разные стороны. И это, во-первых, чувствуется, что резать нож стало хуже во-вторых, если вот посмотреть вот так вот на кромочку, вот так вот, на свет, то становится видно, что вот прям ее не видно, не видно, не видно, потому блеснул лучик такой. По контуру пошел. В этом месте загнулся. Так вот. Вот кромка такая стала. Рисую. была такая кромка. Вот была такая. В результате использования взяла и вот так вот загнулась. Вот. То есть, стала вот эта вот вторая часть. Загнулась. Правка. Правка – это выправление. Ну, нож гнется, да? Выправление обратно. Как это делается? Это делается, например, мусатом. У меня его нет. Допустим, вот мусат. Я вот возьму вот камешек. Мусат – это керамический или металлический круглый напильник, о который, округлый, вы берете и вот так оп-оп-оп-оп. Выправляете кромку. Это называется правка. Выправили. Если ножом пользоваться долго, если не пользоваться мусатом, эта кромка загибается, 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 потом еще давите. Рано или поздно она может отломиться, самый кончик. В результате получится, что вот этот вот так отломился. И кромка становится вот не такой быстренький, даже не загнутый, а имеет вот такую форму. Так. Вот он вообще, оп, закруглилась. И этот нож нужно уже точить. Закругленный. Как это делается? Снимать уже слой металла. Не сгибать ничего, а снимать слой металла. То есть делать вот так. Как-нибудь вот так вот и вот так вот. И вот эту часть мы заштрихованную стачиваем. И это делается уже на камнях. Может, конечно, напильник, если вам не жалко нож. Так вот. Я точу ножи редко. Предпочитаю править их вовремя. Если мне нужно новый, недавно купленный нож. Переточить под более удобный для меня угол. Вот, например, вот этот нож. Вот этот вот. Испанский для нарезки хамона. Продавец в магазине просто подарил. Когда мы покупали здоровенную ногу хамона, И он нам подарил сразу и хамонеру. Это деревянная подставка для хамона. И вот этот нож. Он дешевейший. Он отвратительного качества. Испанский. Испанского местного производителя. Отвратительного качества. Я еще покажу, объясню почему и как он отвратительного качества. Вот. У него хреновая была заточка. И я его точил. Затачивал я его на заточном станке. С водным камнем. Эта штука ставится сюда. Сюда зажимается зажим. Ставится лезвие. Вот сюда ставится корыто с водой. Камень в воде. Крутится, работает. Станок китайский. С этой стороны у него водный камень. С этой стороны кожаный круг. Сюда наносится шлифовальная паста. И, соответственно, заточенный нож. На этом кругу шлифуется. Это что касается заточки. Если мне нет нужды перетачивать на другой угол. А надо только восстановить режущую кромку. Я пользуюсь водными камнями японскими. Почему я говорил, что мои рекомендации 95-98% из вас не понадобятся? Да потому что уверен, что почти никто из вас не будет заморачиваться и выбрасывать такие сумасшедшие деньги. Я все время заморочился. Потратил кучу бабок. Каждый такой камень стоит в районе 100 долларов. Оно вам точно надо? Почему я говорил, что вы, скорее всего, не будете таким делом заморачиваться? Потому что это долго. Камни замочи. Хотя минут на 15. Потом на каждом камне я прохожу не часто, до 10000 довожу. Чаще останавливаюсь вообще на пятитысячнике. Но на каждом камне минут 15-20 помедитируй с лезвием. На этих наводных камнях приходится, приходится изредка, прям совсем редко, раз в год, раз полтора года, потому что я им не пользуюсь почти, да, вот такие вот ножи японскую таджиру, видимо, японскую, я не знаю, точить. Потому что на других приспособлениях ее толком не заточить. У меня, по крайней мере, не получается. А чем я пользуюсь регулярно? Я пользуюсь вот этими ножами из более мягкой стали. Фелик Золинга, как я сказал, сталь хром-молибденванадии. Точные пропорции не указаны, наверное, наплевать и забыть. Вот обычной икеевской точилкой, именно этой, никакой другой. Здесь стоят керамические камушки, и их зернистости мне хватает более чем для того, чтобы после одной минуты 10 раз провел по одному камушку, только нужно воду наливать сюда, 10 по одному, 10 по более мелкому, 10 еще по более мелкому раз провел, и нож опять режет, а не сминает помидорку. Всякие медитирования, ах, как он режет волосы и так далее. Да мне наплевать и забыть. Ну, я же ножами не бреюсь, у меня для этого бритва есть. Для меня нож – инструмент. Я не занимаюсь, ах, какие ножи, ах, я уже нашел его на кармане. Нет. Кому-то нравится, то флаком в руки, а кому-то машина нравится, кому-то мотоциклы, что он их коллекционирует, кто-то ножи их коллекционирует. Рад за них. Я рассматриваю нож как инструмент. Этот инструмент должен либо работать, либо его надо выбросить. Поэтому, вот для того, чтобы нож у меня резал помидоры, все остальное, если он режет помидоры, не сминает, он все остальное прекрасно нарезает, да, я вот такую штуку использую. Это для заточки. Но чаще всего нужно, как раз таки, как я сказал, поправить. Вот загнувшуюся, режущуюся кромку выпрямить. И я это делаю вот на вот этом спайдерк-триангл. Тоже денег все стоит, да, но здесь камушки твердые, хорошие. На 30 градусов, на 40 градусов угол. Вставляется, вот это вот так поставлю, просто чтобы держать было удобнее, да, вставляются стерженьки, которые предохраняют руку, от того, чтобы лезвие не сорвалось. Берем один, второй камушек. Сначала по углам, чтобы не болталось, следим. Провели там десяток раз. Плоской стороной поставили, вот там, плоской стороной. То же самое. А потом провели по таким же, только более тонким, беленькие. У этого же триангла отдельно продаются еще там какие-то алмазные штуки, которые там металл снимают и так далее. Сначала можно, если уж вы там точите, долго просто делается. На 30 градусном вывести эти самые спуски, а потом на 40 градусов верхнюю часть подвести. После использования этой штуки, нож доводится до того, что он бреет. Нужно ли, чтобы нож на кухне брил? Нет. Подводя итог по заточке. Я делаю так, как я делаю, как я вам сказал, и это удобно мне. Это не значит, что вам будет точно так же удобно. Это не значит, что если вы делаете как-то по-другому привыкли, то вы не правы. Нет. Я рассказываю о том, как я привык и почему под мои привычки мне удобно использовать ножи из чуть более мягкой стали, чем та же самая та жира. Что касается места производства, чего бы то ни было. Когда мы приехали сюда в Испанию, мы купили бошевскую индукционную плиту, бошевскую посудомоечную машину. В Москве тоже была бошевская посудомоечная машина. Бошевскую духовку выбирали по тем же самым принципам, что и в России. То есть я с продавца-консультантом здесь озадачил, что мне нужна бошевская духовка с режимом каталитического отжига, так называемого. Что такое режим каталитического отжига? Когда ты включаешь этот режим, духовка очень сильно разогревается до температур максимальных, то есть это выше 300 градусов однозначно. В результате этой температуры весь жир, который попал на стенки и так далее, сгорает. Сгорает до пепла. После того, как все сгорело и духовка остыла, слегка увлажненной тряпкой весь этот сгоревший пепел стирается так же, как пыль со стола. То есть в одно движение. Мне было это очень удобно в Москве. И здесь я купил такую же духовку. Более новый модельный ряд. Тот уже не делался. В паспорте написано. Да, этот режим каталитического отжига есть. Включается так. Включаю. Не отжигает. Исправно. Греется. Тужится. Пыжится. И ни черта не отжигает. Бош. Немецкое качество. Идет за ногу. Посудомоечная машина. Гарантийный срок использования 2 года. Первая поломка за месяц до окончания гарантийного срока. Серьезная поломка. Починили по гарантии. Вторая поломка. Через месяц после окончания гарантийного срока. Починили. Третья поломка. Еще через 3-4 месяца сломалась. Месяца полтора или два назад сломалась еще раз. Супер-пупер качество. Немецкое. Если бы компания Arcos через своего представителя в Москве заменила бы свой нож, который мне через неделю лопнул просто как стеклянный. Была бы мне претензия, что Arcos свои ножи делает некачественно? Нет. Заменили. Самура. Не знаю. Посмотри, как будет вести. Взяла и заменила нож. Товарищи. У того претензия. Есть у меня претензии к Bosch? Да, сейчас есть. У меня есть претензии к компании Bosch. Потому что их техника не выполняет то, о чем они говорят. Есть не дело до того, где они делают? В Китае или еще куда-то принесли? Нет. Нет дела до этого. Есть не дело до того, что называется серия Дамаскус. Ах, это не Дамаскус. Да мне наплевать. У меня мозги есть. Я понимаю, что это все декорация. Мне важно, чтобы нож удовлетворял моим требованиям по изготовлению. А не надписям на нем. Чтобы ручки не отлетали. Чтобы он не загибался. Еще один интернет-эксперт берет нож и с садовыми ножницами металлическими, китайскими, как он пишет, отрезает кончик лезвия. Хочется сказать словами Лаврова, но вы его помните. Он видимо считает, что ножи должны быть, ибо все остальные у него ножи сделаны из алмаза. Тело за ногу. Поэтому металлическими тем самым не отрежешь. Прям зла не хватает. Побомбился. Теперь давайте расскажу про свои критерии. Еще раз повторюсь. Это для меня важно. Для вас может быть, и даже скорее всего, это будет абсолютно не важно. Итак, начну с маленьких ножей. Так называемый овощной нож. Чем я чищу картошку или овощи? Вот этим? Нет. Вот этим. Вот такие маленькие ножи я использую крайне редко. Прямо очень крайне. Если мне нужно, что-то аккуратненько подрезать какие-то там... Что для меня плохой нож. Вот это плохой нож. Видите? О чем говорит вот такое вот выведение спусков. О том, что вот этот вот лист металла, вот этот вот, это прокат. Прокатали лист одной толщины по всей длине. После чего отфрезеровали вот эти самые спуски и потом заточили. Возможно, существуют какие-то ножи, сделанные по такой же самой технологии, у которых удобный и подходящий для меня там стоит металл, подходящая сталь. И я таких не встречал. Исходя из моей практики использования разных ножей, все ножи, которые были вот в таком принципу сделаны, у них стояла совершенно отвратительная сталь, которая затачивалась буквально там о любую кружку, но и сминалась быстрее, чем я успевал нашинковать, не знаю, там, пяток картошек. Короче, это отстой. По этому же принципу сделанный вот этот нож. Та же самая ерунда. Что касается вот, к примеру, вот этой ножей Самура вот этой серии. Они не так сделаны. У них обух толстый, а сюда идут спуски с самого начала. То есть это изначально другая технология. Какая здесь сталь стоит? Может быть, такая же, извиняюсь за женик, говеная, как здесь? Не знаю пока. Практика покажет. Поэтому я и не говорю вам, ах, идите покупайте Самуру. Ах, не, идите покупайте Самуру. Я своего мнения по поводу этих ножей пока не выработал. Пройдет месяц-полтора, может два, считайте, три недели уже прошло. Появится у меня, собственно говоря, уже вот видение, как это дело точно, как себя ведет. Тогда и будет, собственно, мнение. Сейчас не будет. Что касается вот этого. Вот, пожалуйста, нож с эрейтером. Тескома. Japan's Daniel Steel написано, да? То есть японская нержавеющая сталь. Возможно, японская. Не знаю. Наплевать и забыть. Какая бы она ни была. Хоть китайская, хоть африканская. Заделка ручки не очень аккуратная. Почему важно? Уже 20 раз сказал. Пользуюсь им редко только для нарезки свежевыпечного хлеба, который сильно хрустит, ломается и прочее. Таджира. Замечательный таджира. Как я уже сказал, не пользуюсь. Почему не пользуюсь, тоже объяснил. Потому что затачивать значительно дольше. Да, реже, но дольше. Мне это неудобно. Нет мне возможности тратить даже по полчаса, по часу времени еженедельно или ежемесячно на заточку. Да просто скучно мне это. Я не люблю точить ножи. Вот медитировать. Это не мой стиль. Икея. Очень дешевые ножи. Буквально там какие-то 10, может быть 20 евро стоили. Это икея. Молебден, ванадий, нержавеющая сталь. Я этими ножами не пользуюсь. Жена пользуется. Ей удобно. Почему не пользуюсь? Лезвие 18 сантиметров. Мне неудобно. Мне удобно 21 сантиметр. Под мой рост, под мои руки, под высоту столешницы, на которой я работаю, мне удобно пользоваться 21 сантиметр. Вам, возможно, будет этим удобно пользоваться. Что касается стали. Точится так же, как вот эти самые Феликсы Золингены. Так же. То есть, так же очень быстро и легко подправляются вот на этой икеевской же точилке. Только такая точилка икеевскую я рекомендую. Из всех икеевских. Там есть другие формы и так далее. Только такая. Были другие икеевские точилки. Оплеваться и забыть. Выкинул их к черту. Вот это уже вторая. Да, достаточно быстро стачиваются камушки. Там разбалтывается все. Приходится менять. Но если говорить про удобство использования икеевских точилок, из них вот эта, не другая. Итак, тоже икея. Тоже не пользуюсь. Почему? Во-первых, форма. Мне неудобно пользоваться, как японцы делают шинговая рубка. Во-вторых, длина опять. Но, если вас устроивает и вам удобно, вперед. Заделка ручек и там и там такая же неаккуратная. По-другому сказать, отвратительная заделка ручек. Само русский. Я уже говорил. На этом. Нормально. Вот здесь вот. Неаккуратно заделана ручка. Самая удобная для меня форма ножа. Вот такая. Ручка. Массивная. Удержание удобное. Наличие бойстера. Минусы. На некоторых ножах и со временем, кстати, тоже. Из-за регулярного снятия металла при заточке. Получается так, что здесь металл снимается, а в районе бойстера не снимается. Поэтому при полном опускании появляется, что бойстер уперся в доску. Здесь есть две пилос. А вот здесь вот в этом месте появляется щелочка. Небольшая щелочка. Пол миллиметра. Иногда чуть больше. Но это приводит к тому, что когда, допустим, вы мелко рубите ту же самую петрушку, то часть листика в этом месте не разрубается. Если у вас стоит задача очень мелко ее порубить, то вот это раздражает. Потому что это дополнительное время. Потому что рубить выходит именно вот этой частью. Вот это уже не работающее. Сколько здесь сантиметров. Но, тем не менее, вот такими ножами мне пользуются удобнее всего. Такой формы, не такой фирмы. По поводу сравнения цен. Даже сравнивать не хочу. Почему? Существует огромная просто толпа, видимо, школьников, которые предъявляют претензии не только к Самури, почти ко всем компаниям, которые в России чем-то торгуют, что, а вот на eBay можно купить дешевле. Так и хочется дать по голове чем-нибудь тяжелым. Когда физическое лицо, находясь в России, что-то покупает на eBay, ему этот товар присылается в Россию. Это физическое лицо не платит НДС, а не платит таможенную пошлину. Этому физическому лицу нет нужды платить за аренду складов, чтобы складировать этот самый товар, который она купила. Этому физическому лицу нет нужды платить за аренду торговых площадей. У этого физического лица есть его копеечка, блин, в его кошелечке, чтобы купить этот самый товар. Если это физическое лицо захочет зарабатывать на таком виде деятельности, оно будет вынуждено найти деньги, большие деньги, на аренду торговых площадей. Этому физическому лицу нужно будет потратить деньги на то, чтобы слетать за рубеж, и не на один завод, и не на два, а на несколько, и договориться там на размещение заказов на производство тех же самых ножей. Этому физическому лицу нужно будет внести предоплату, как правило, в размере 100%, потому что его никто не знает, сам его никто и звать никак, на производство всех этих ножей. Этому физическому лицу, ему сегодня деньги принес, завтра ему никто не предоставит, нужно будет подождать, пока это дело сделают. Ему нужно будет воплотить все транспортные расходы по доставке этого дела в Россию. Ему нужно будет воплотить услуги таможенного брокера на растамаживание этих товаров. Этому физическому лицу нужно будет заплатить за аренду складов. Этому физическому лицу нужно будет оплатить услуги складских работников. Этому физическому лицу нужно будет оплатить целую кучу торговых площадей в крупных городах, чтобы раскрутиться. Никто на заводах не будет разговаривать с ним, если он придет заказывать 100 ножичков Партии большие Чтобы эти большие партии продать, нужно вкладываться в рекламу И этому физическому лицу нужно будет оплачивать раскрутку бренда рекламы Этому физическому лицу нужно будет платить НДС, пошлины, налоги и прочее Есть эти деньги у физического лица? У этого физического лица нет ни черта Потому что если бы было, он бы не был таким тупым физическим лицом, чтобы не понимать их вещей А раз у него этих вещей денег нет, значит он должен будет пойти в банк, взять кредит Кредитные ставки в России очень большие, очень большие Соответственно, ему нужно не только будет окупить все затраты, про которые я сказал Но еще и нужно будет оплачивать этот самый кредит После выполнения всех этих трат, это физическое лицо либо разорится, либо поумнеет И перестанет сравнивать стоимость покупки одной какой-то фигульки на eBay и раскрутки брендов в России Не вздумайте решить, что я оправдываю покупку чего-то там, обязательно в России, если на eBay можно купить дешевле Да ни черта подобного Покупая на eBay что-то, я очень много покупаю на eBay и на Амазоне Я рискую Я рискую недобросовенностью продавца Я рискую тем, что товар окажется некачественным Я рискую тем, что товар окажется некачественным и мне его не заменят Я рискую тем, что товар окажется некачественным и мне его, может быть, даже заменят Но оплата пересылки туда-обратно ляжет на меня. Это все потери. Когда я покупаю какой-то товар в магазине, до которого могу дойти ножками, я рискую только тем, что сам магазин окажется недобросовестным, как это было делалось с ножами Аркос, и не поменяет мне некачественный товар. И дальше это мое решение. Во сколько я оцениваю свое спокойствие и те самые риски. Я экономлю здесь, но покупаю на eBay и рискую всем этим делом. Либо я не рискую, иду в ближайший магазин и потрачу деньги там. Но, соответственно, оплачиваю все вот эти самые штуки. Все. Сами принимайте решение, что вам удобнее. Покупать на eBay, доверяясь, что Вася уже купил, у него все нормально было, или покупать в магазине под боком. Закону рынка. Все. То есть претензии по цене, все они идут лесом. Сами оценивайте. Итак, подводя итог. Как я и сказал, это видео оказалось для вас абсолютно бесполезным. Что я могу посоветовать? Не вестись ни на какие экспертные мнения. И на мое мнение тоже не ведитесь. Идите в магазин, берите нож в руки и примеряйтесь, удобно ли вам будет этим ножом пользоваться или нет. То есть отталкивайтесь только от своих ощущений. Но не уйдитесь вы на все эти надписи Made in Japan, Made in Spain, Made in Germany и так далее. Фигня это все. Никакого значения это все не имеет. Кто бы вам что ни говорил. Все это для лохов. Не будьте лохами. Оценивайте только свои ощущения. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok